Ты как-то рассказывал, что твой прадед дружил с врачом Сталина. Я не знаю, был ли вовсе личным врачом Сталина. Мой прадед был знакомым другом Мирона вовсе, главным фигурантом сталинского дела врачей. Это последняя сталинская репрессивная волна, которая как бы началась и закончилась его смертью. И с нее вроде бы собирались начать какую-то финальную антисемитскую кампанию. Он умер от инсульта повторного за буквально пару лет, что ли, до начала дела врачей. Но он был его личным другом. Говорят, что он, будучи урологом, профессором, лечил Берию, которому приходилось часто обращаться к помощи специалистов. Всем нужно обращаться к урологу обязательно. Но Берия, просто у него, как мы знаем, была слабость по этой части. Но и, по крайней мере, уж точно генсекретаря ЦК ЦК партии Азербайджана. Слабость? Ты вот про этот миф о том, что он мог увидеть красивую девушку на улице, ткнуть пальцем? Ну, он организовывал уже всесоюзный конкурс гимнастики. Отбирал несовершеннолетних гимнасток. И их привозили победительниц к нему домой. И не все оттуда выбирались живыми. Топ-менеджер высоконравственного государства Советский Союз занимался такими вещами? Я не знаю, кто до сих пор верит в высоконравственное Советское сообщение про это. Это просто империя, в которой, как всегда, в империях цель оправдывает средства. А что касается насилия в отношении женщин, то я уверен, что, как поступал Лаврентий Павлович, так поступали его подчиненные и сотрудники НКВД. Между тем, как людей задерживали невинных и между тем, как их расстрелили в подвалах, если это были женщины, я уверен, что их насиловали часто. Это не эксцесс, а скорее практика. И в лагерях, я уверен, что женщины насилия подвергались заключенные постоянно со стороны обслуживающего персонала. Поэтому здесь я не вижу никакого разрыва шаблона. Про Берию-то известно, что он совратитель, насильник и очень расстреленный человек. Власть вообще очень расстревает. Говоря про топ-менеджмент, бесконтрольная власть, она тебя подталкивает, понимаешь, к тому, чтобы ты обрел аппетит к пожиранию людей. Это наркотик. Как с этим борются? Как с этим борются? В нормальных странах максимум институциональных ограничений войс, чтобы над человеком постоянно был контроль, разделение ветвей власти на законодательную, исполнительную и судебную. Нужно, чтобы эти все три стороны друг друга постоянно контролировали, и чтобы люди в них делали себе карьеру на том, чтобы доканывать других, контролировать их и призывать их к ответу. Но и в нормальных странах, во-первых, обязательно сменяются власти. Китай выгребал неплохо без демократии, просто за счёт того, что каждые 10 лет власть там принудительно менялась. То есть люди не успевали пустить корни и озвереть. Ну вот, без демократических процедур. Ну и, наконец, когда у тебя есть свободная пресса, это же не просто фетиш какой-то. Смысл этого в том, чтобы постоянно клевать печень политиков, чтобы им пребывание во власти было для них стрессом. Что когда они уходят из власти, слава богу, теперь поживут как человек. Но когда ничего этого нет, когда у тебя всё это объединено в единую корпорацию, Россия или там Росс Карман, и когда у тебя вся твоя пресса, это тоже один из департаментов этой корпорации, и церковь — это ещё один департамент этой корпорации, и все менты, и ФСБшники — это тоже. Ну у них есть какая-то внутривидовая небольшая конкуренция, но незначительная. Конечно, в этой ситуации ходить во власти хочется вечно. Что может быть слаще? Ты бог на земле! Субтитры создавал DimaTorzok